Девушки отдыхают Ведут бои за Братиславу. Штурм словацкой столицы начался сегодня утром с артиллерийской и авиационной подготовки. После этого бойцы Красной Армии ворвались на восточные окраины города. Братислава – важнейший промышленный центр и порт на Дунае. В городе сосредоточены электротехнические, машиностроительные, химические и металлургические заводы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Части Третьего Украинского фронта вышли в район Венской низкости и на подступы к австрийской столице. Ставка фюрера. Гитлер перебрасывает для обороны Вены гренадерскую дивизию фюрер и 25-ю танковую пехотную дивизию. Он приказывает командующему группы армии Юг генералу Вюлеру наконец перейти в наступление на флангах прорвавшегося вперед противника. Вюлер отвечает, что его войска не в состоянии контратаковать, и ему и самому едва хватает сил для того, чтобы хотя бы как-то удерживать фронт, неудержимо ползущий на запад. Крайне недовольный Гитлер отзывает из Курляндии генерала Рендулича, приказывает ему сменить Вюлера и спасти Вену. Но все поздно. Рендулич прибудет к своим войскам только уже, когда Вена падет. На Каспии открылась навигация. Танкеры и баржи, груженные бензином, керосином, дизельным топливом, вышли в первый послезимый рейс к Астраханскому рейду. Еще в начале года Каспийские моряки заключили договор о соревновании, по которому обязались перевозить ежемесячно сверх нормы 25 тысяч тонн горючего. В нынешнем году к открытию навигации подготовлен весь флот. Вне плана отремонтировано два танка. Продолжение следует...